Всем привет! С вами снова говорящие руки канала Лего Крэйзи Моушен. Меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на очередное видео, которого давно не было. Значит, я подхватил какой-то непонятный острый ларингит, кажется его назвали в больнице, и остался напрочь без голоса. То есть несколько дней у меня вообще не было голоса, потом он постепенно начал восстанавливаться. И я думаю, что многие из вас слышат, что сейчас голос не до конца у меня похож на его обычный вариант. Так что сегодня будет видео короткое, тестовое, просто чтобы, скажем так, размяться и проверить голосовые связки. Значит, что я хочу вам сегодня показать. Кстати, это вот декорация от Майнкрафта. Сейчас я доснимаю третью серию, сразу про план расскажу. Значит, будет их серии 5, после чего будет уже Кондор. Сценарий я написал, а потом уже будет Сталкер. Вот, это чтобы вопросов не задавали. Так, а сегодня я хочу показать одну небольшую посылку. Она может быть размером большая, но на самом деле она очень небольшая. Это небольшая такая LED-табличка, светящаяся с нужной мне картинкой. Точнее, даже словом. Вот, я не знаю, честно говоря, зачем вот это китайцы повеют. А, всё, я понял, это вешать. Всё, ладно, потом покажу. Так, значит, я уже всё надрезал. Это банально слово ЛЕГО. ЛЕГО, светящаяся в ночи. Такая вот яркая неоновая вывеска. Как она должна выглядеть? Вот так она должна висеть. Сейчас мы с пакетик вытащим. Вот, вот такая вот табличка со словом ЛЕГО. Решил я, что мне дома такую на стену можно уже вешать. Со всем моим фанатством. Теперь, да, я понял, куда эту цепочку. Она вот здесь цепляется за дырочки сверху. Сейчас мы это всё дело оденем. Вот, проделим мы цепочку. И получается примерно вот так вот табличка будет болтаться на стене. Минус, который я уже сразу сейчас вижу, это очень короткий провод. То есть провод не даст возможности табличку повесить куда-то высоко, далеко от розетки. Так что будет вечная привязка либо к удлинителю, либо к какой-нибудь розетке. Это не очень хорошо. Короче, с проводом надо будет что-то думать. Ладно, давайте посмотрим табличку. Я её уже заляпал всё пальцами. Давайте её посмотрим сейчас в включённом состоянии с выключенным светом. И посмотрим, не пожалею ли я, что я её взял. Ну, вот такая вот табличка ЛЕГО, типа неоновая, с небольшой подсветкой. Вот видите, там точечные эти маленькие светильнички сверху стоят, которые дают основной свет. После чего освещается само слово. Выглядит достаточно прикольно. Вечерком включить так вот где-нибудь на стене, мне кажется, достаточно забавно. На самом деле я посмотрел, уверен, что сейчас будут вопросы, где я это купил. Я посмотрел, и этого продавца почему-то больше нет на Алиэкспрессе. Поэтому я посмотрел какие-то похожие. Слово ЛЕГО я больше не видел. Но я видел всяких очень крутых железных человечков, звёзды смерти, супергероев, симпатичных мишек каких-то там вот няшных, сердечки и так далее. Я пару ссылок оставлю в описании. Если кому интересно, посмотрите. Но там устройство немножко другое. Оно получше, чем у меня, и они чуть подороже. Там стационарные такие блоки, которые ставятся на стол. И сверху пластины, которые при включении начинают гореть. У меня вариант дешёвый, который просто пластины вешается на стену. Мне с блоком как-то больше нравится. Может быть, я потом себе ещё второй куплю что-нибудь со Звёздными войнами. Вот. Но так больше по табличке сказать мне нечего. Голос, я чувствую, начал у меня просаживаться. Поэтому явно нужно прекращать. Ставьте лайк, если желаете моему голосу быстрейшего выздоровления. Ну и скоро будут другие обзоры. И я продолжаю делать мультфильмы. Всё. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok